Некоторые люди сознательно ограничивают свою сексуальную жизнь единственным партнером, другие наслаждаются сексом с разными людьми и экспериментируют со своей сексуальностью. Это ваш выбор, заявляют создатели знаменитого приложения Pure. Для тех, кто не в курсе, то это приложение для анонимного поиска спонтанных эротических приключений. Скачавший приложение загружает селфи и больше никакой информации о себе, то есть ни имен, ни социальных сетей, ни имейлов никто не узнает, кроме, естественно, незнакомцев поблизости, и при взаимной симпатии появляется возможность общения в чате, которая, кстати, самоуничтожается ровно через час вместе с фотографией и историей переписки. И за этот час, если в процессе общения взаимная симпатия растет, то вы успеваете обменяться телефонами и, естественно, договориться о встрече офлайн. Существуют и другие приложения, подобные этому, но, по-моему, сегодня это единственное приложение, которое открыто заявляет о том, для чего оно, собственно, предназначено и не пытается завуалировать. То есть, если девушка находится в этом приложении, то она вполне осознает, что она там делает. За последние 12 месяцев пользователи Pure создали более 1 миллиона заявок, и их количество продолжает расти. И да, если кому интересно лично взглянуть на приложение, то ссылку на него вы найдете в описании под этим видео. И ответьте, пожалуйста, в комментариях на вопрос, как вы относитесь к сексу на первом свидании. Особенно меня интересует мнение женщин, потому что, как ни странно, в последнее время в нашем современном мире все-таки вопрос гармоничных отношений часто упирается, в том числе и в этот самый вопрос, стоит ли заниматься сексом на первом свидании. Кто-то предпочитает придерживаться правил трех свиданий, а кто-то и вовсе старается ждать не менее трех месяцев. Ну и как потом обычно выглядит картина? Гордая и неприступная ждет серьезного предложения, но почему-то оказывается в статусе секс-онли, да причем еще с женатым бабником, у которого, жена там, не знаю, беременна третьим ребенком, и у него такой стресс, что на его фоне он готов, в принципе, карабкаться на башню к любой рапунцель. В общем, все эти заплесневевшие стратегии в нашем современном мире для взрослых женщин перестали работать. Если для кого и работают, то только для тех женщин, у кого в принципе все хорошо, там, наверное, обаяние с домом, и даже если она очень пассивная, то все равно вся изнутри светится и привлекает внимание, но таких ведь не большинство. И это вопрос даже не внешности, а именно внутреннего какого-то состояния. И как правило, что мы получаем? Она закрыта, выглядит надменно и даже красиво, и поэтому многие мужчины сами пытаются с ней познакомиться. Но здесь она начинает морозиться для того, чтобы, во-первых, испытать мужчину на прочность, проверить, достаточно ли серьезные у него намерения, да и вообще присмотреться, достоин ли он. И вот она морозит его три месяца или, там, не знаю, десять первых свиданий, а потом вдруг выясняется, что она уже влюбилась, а он ничего, кроме дружбы, предложить ей не может. Или просто начинает говорить что-то про то, что он не готов сейчас на серьезные отношения. Она уже влюбилась, а он воспринимает ее просто как свою подругу. И в то же время, почему мы так много случаев знаем, когда секс на первом свидании вырастал в нечто большее, в какие-то отношения, которые причем заканчивались браком. Вот у меня с моим супругом вышло именно так. У нас все произошло в первые 42 часа после свидания, причем оно даже не планировало таковым быть. Мы тут же сказали друг другу, что женимся и заводим ребенка. Собственно, так все и получилось. И уже сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что если бы я по какой-то там стратегии своей бабушки начала действовать, типа там надо подождать три месяца или хотя бы три первых свидания, то я понимаю, что, наверное, все могло сложиться бы иначе. Большая проблема девочек в том, что мы хотим от мужчины всего и сразу еще в луну в придачу, не дарив его даже улыбкой. Мы ведем себя как замороженные рыбы, которые надо размораживать, и потом удивляемся, почему у нас ничего не получается, или точнее не получается встретить нормального мужчину. А нормальные мужчины, как правило, остывают, пока их морозят. Очень много стереотипов и каких-то внутренних запретов глубоко укоренены в женском сознании, и они очень сильно мешают девушкам жить и строить, к сожалению, счастливые отношения. Я вас ни к чему не призываю, я просто хочу, чтобы вы были откровенно сами с собой. И спросите у мужчин, что если отношения не складываются после секса на первом свидании, то это не потому, что секс был слишком рано, а потому, что вы после делали что-то не так. Наверное, со своими заморочками женщины уделяют сексу даже больше внимания, чем это делают мужчины, а некоторые со своей целомудренностью носятся, как с некой хрустальной вазой, как будто у них вообще нет других достоинств. Но все на самом деле это от жадности и, конечно же, от страха быть использованной. Ну, то есть это от комплексов, а не от высокой морали, как многие думают. Почувствовали желание, симпатию, страсть? Не надо пытаться играть в холодную селедку. Понравился вам, предположим, парень в институте или на работе? Улыбнитесь ему, и если надо, можете сразу завязать с ним разговор. Иначе вы будете думать о нем, мечтать о нем, искать его профиль в интернете. И фигура его будет расти в вашем сознании, его значимость для вас будет расти. И в таких неравных условиях потом уже познакомиться будет действительно проблематично. Но вот представьте себе такую ситуацию. Он для вас уже любимый и родной, а вы для него совершенно незнакомая девушка. Представляете себе, какой дисбаланс. Мало того, что девушки боятся собственных желаний, они еще и боятся своих чувств. Вот придумали себе, что говорить о любви первой ни в коем случае нельзя. Там уже и три первых свидания полноценных прошло, и уже давно секс был. А внутреннее недовольство растет, потому что он пока что еще ни слова не сказал о любви. Но скажите вы ему первое о своих чувствах. И посмотрите на его реакцию, вам очень многое станет понятно. Иначе лично мне непонятно, для чего все эти ужимки были на первом свидании, типа ни-ни. Для чего было ломаться, вообще где логика? Вы спите иногда месяцами, а о любви боитесь говорить. Женщина не должна бояться говорить о своих чувствах, женщина должна вкладываться в отношения. Но если вы видите, что с той стороны нет никакой обратной реакции, то тогда вы просто должны сделать вывод, что этот мужчина плохо к вам относится, и оставить его, а не выжидать чего-то, когда он созреет. Короче, если вы продолжите морозить себя как рыбу и будете закрытые и равнодушные, то вы должны знать, что закрытыми и равнодушными почти никто не интересуется. Станьте открытой и приветливой, и тогда ваши шансы на любовь резко возрастут. Помните, что мужчины, хорошие мужчины, которых вы ищете, не очень-то и активны, понимаете? И долго карабкаться на вашу неприступную башню они не будут. А кто будет? Ну, конечно же, те, у кого просто спортивный интерес. Нормальные парни точно так же, как и вы, нуждаются в достаточно быстром результате. Иначе их интерес падает, и вместе с ним их самооценка. И действительно, вкладываться в отношения без взаимности, это очень глупо, потому что... И никто не будет, потому что так можно просто потерять себя. Не бойтесь быть использованными, потому что с теми, кто так думает, именно так чаще всего и происходит. Вообще здесь все как в обычной физике. Если в чашку с горячим чаем положить кусочек льда, то лед растает, а чай остынет. И пока вы таете, он стынет. Девушки и мужчины не любят холодных селедок, они любят открытых, приветливых. Короче, снежная королева, давайте уже там размораживайтесь. И вообще пришла пора весны, чувств, эмоций, страсти. Реализовывайте свои желания. И если на то пошло, то, возможно, даже при помощи такого приложения, как Pure. И, кстати, если кто-то отважится, то поделитесь потом обязательно в комментариях своими экспериментами. И на этом я с вами попрощаюсь. Надеюсь, что этот выпуск был для вас интересен. Поэтому жду от вас лайки. И до новых встреч. Пока-пока.